сегодня мы с вами поговорим на тему которая была заявлена но разве что я ее немного сузил а я немного сузил с автором потому что ну в общем хазары достойны того чтобы про них поговорить в рамках отдельного выступления и так несмотря на то что хазары являются в целом народом весьма знакомым и в русской истории и народом который неплохо представлен в византийских письменных источниках мы с вами прекрасно знаем что восточная римская империя имела с хазарами довольно тесный круг взаимоотношений причем зачастую достаточно дружественных несмотря на религиозные отличия ничто так не помогает как мы понимаем дружбы как наличие совместного противника в лице в том числе рабов но в общем а в дальнейшем и других некоторых сил так вот китайцы тоже в общем знали хотя слова в общем я здесь вставил не зря знание их вот именно что к носили такой очень примерный и очень обобщенный характер в принципе считается что скрывались в китайских различных исторических работах под именем хаса аса это имейте ввиду не опечатка иероглифы похожие но они разные первые вторые одинаковые ну и далее хаса и ходе здесь первые иероглифы тоже совпадают собственно первое упоминание хазарах мы можем найти в книге суть династия суй такая в общем достаточно недолговечная в масштабах китая но так часто почему-то бывало в истории китая что после какого-то большого развала появлялась династия всех объединяла потом это династия быстро заканчивалась на уровне одного-двух поколений правителей а потом соответственно устанавливалась какая-то династия уже очень крутая очень известная и очень результативная так было в общем как минимум два раза династия цинь сначала было на объединившие китай но она довольно быстро пала но на ее место пришла династия хань и она стала в общем одним из таких ориентиров для китайцев недаром они до сих пор себя ханьцами называют значит в книге суй описываю при описании тюрок пишут что вы видите да тюрки они родичи тюрок теле потомки сюнну весьма многочисленные роды их непрерывно живут от восточного берега западного моря до горных долин север у царства кану реки адышой но это видимо имеется ввиду идти есть племена хэси хэдзе буху и бегань вот очевидно племенем хэдзе и нарекли в данном источнике хазар ну чтобы было понятно империя суй существовала пятьсот восемьдесят первого по шестьсот восемнадцатый год далее нас интересует история династии там династия одна из самых важных и сильных и вообще в истории китая недаром среди китайцев южан ну и среди китайских мега эмигрантов довольно распространено помимо самоназвания ханьцы еще и люди там ханжэн то есть династия там для некоторых китайцев особенно за пределами кнр является этническим самоназванием по династии там было две написанные истории так называемая старая династия там и новая династия старая история простите там из и новая история то вот и соответственно в старой династии там вы здесь вы видите когда она была создана написано в разделе о западных жунах то есть о временах которые живут на западе дело в том что термин жуны это очень живучий такой в кавычках этноним с китайской традиции он употребляется еще при описании деяний правителей джоу а это извините меня там середина первого тысячелетия до нашей эры он этот термин используется в эпоху хань он используется и потом короче говоря вот этот термин жун как такой собирательный термин западных народов но нередко там всяких кочевых и полу кочевых он оказался очень живучим но при этом он довольно странный потому что есть китайские традиции некоторые конкретизированные жуны допустим шан жуны дословно горные жуны но вот то ли это то есть очень как его воспринимать это большая такая проблема большая почва для дискуссий но я считаю что все таки это такой довольно огульный термин который включал в себя очевидно скорее географический какой-то смысл да и от автора к автору этот смысл мог сильно меняться ну и вот в разделе о западных жунах говорится что персия на востоке граничит с тахаристаном и царством к уже упоминавшимся на севере соседствует с юрским племенем к са а на северо-западе противоборствует с византийской империи непосредственно запад юг обывается море интересно что здесь для восточной римской империи византии используется теме фу линь фу линь это один из устойчивых довольно терминов для обозначения восточной римской империи византии считается я сам не филолог поэтому опираясь на изыскание в том если китайских ученых но не только это искаженное произносение слова рим ну там рум и так далее через языки центральной азии пришедшие в китае и превратившиеся в фу линь в новой истории там появляется еще информация на это уже более поздняя история обе кстати старое и новое были созданы уже после падения династии там ну такова была китайская традиция после падения династии зачастую писала сию историю и так хореза находится в толчном краю реки уху шести сотнях лейк юго-востоку находится царство уда на севера мой ну простите на юго-западе граничит с персией на северо-востоке доходит до земель тюркского племени хазар на вот снова у нас здесь хазары и снова дается довольно четкая привязка к тому что это тюркское племя а не какое-то иное в другом месте в новой истории там говорится похоже на то что мы с вами уже видели персия на востоке граничит с тахаристаном и царство кам на севере с тюркским племенем хазар на севере на севере на севере на юго-западе же омывается западным морем на северо-западе более чем в четырех тысячах ли ли это около 500 метров китайской меры длины находится византии опять же фу линь интересно что здесь в новой истории там которую приписывается выдающемуся деятелю одиннадцатого века уянсю приводится другое название римской империи да цинь достаточно интересно потому что да цинь это великая цинь это такая попытка если фу линь это попытка передать просто звукоподражание да причем через несколько языков посредников видим слова рим то да цинь это чисто китайская такая история где да это великий большой а цинь это та самая династия цинь про которую я вам говорил династия цинь та самая которая в свое время объединила китай весь ну который входил до этого в состав джоуского мира скажем так и вот где император цинь шуху ади и так далее вообще так назвав рим китайцы выдали что-то типа великое государство на западе равновеликой китаю почему великое потому что иероглиф да почему равновеликое китаю потому что цинь это китайская династия которой отношение было немножко сложная потому что а цинь шуху ан прославился довольно жестким стилем правления но тем не менее никто не отрицал того что он был первым императором и того что он объединил страну и построил стену ну а почему на западе ну потому что она и так на западе но еще важно что цинь была западно китайским царством поэтому здесь тоже на это следует обратить внимание ну и здесь также видите упоминаются те самые тюркские хазары иногда в некоторых источек они хазарские тюрки но дело в том что в китайском языке там определение идет пи обычно перед определяемым словом но местами они иногда в два летописях по менее летописи условное понятие до в исторических вот этих работах они переставлены поэтому то тюркские хазары то хазарские тюрки но и в итоге мы можем с вами констатировать что хазария по представлениям раннесредневековых китайских летописцев находились к северу от персии серии восточной римской империи это в общем в основном и подтверждается у нас данными археологии по хазарскому периоду и данными западных нарративных источников имеется ввиду византийских и и других спасибо вам за внимание друзья здесь на последнем слайде я вывел шелковый путь очевидно что в средние века в общем существовали караванные маршруты в обход этого самого аспийского моря да тут это дается шелковый путь еще на заре его становления на рубеже р но впоследствии очевидно что и по территории хазарии которая стояла еще и на волге как мы знаем и в общем там было движение и по волжскому торговому пути и дон был задействован в торговых маршрутах но кроме этого хотя в значительной степени великий шелковый путь продолжал идти по территориям к югу от каспия но однако надо учитывать что время от времени тут случались какие-нибудь катаклизмы и большие войны поэтому в на эти периоды как раз становилось актуальным перемещаться севернее хотя мораль это были менее обжитые но в общем менее подвержены некоторым по крайней мере происходившим опять же клада в глобальным конфликтом назовем это так спасибо вам за внимание буду рад выступать на конференции и в будущем